Друзья, всем привет, с вами Юрий. Сегодня обзор Casio Edifice, либо Edifice, мне так больше нравится. Вы знаете, редко они у нас на канале бывают, но это потому, что я не очень люблю Edifice, если честно. Но вот эта моделька, я считаю, знаете, скажу так, младшенький Oceanus. Они мне очень понравились, и вы уже могли видеть. EQB 1000D1A. Эта модель совершенная новинка, ее еще даже не было. Нету в магазинах в продаже, и только в новостях, которые выйдут через пару дней, мы объявим о том, что они в Японии выходят в продажу. И вот они уже у нас на обзоре. Смотрите. Первое, что мы можем увидеть. Автоматическое время здесь настраиваться автоматически при подключении часов к телефону через Bluetooth. Здесь есть Bluetooth, как и, ну, наверное, в любых маломальски достойных современных новых часах Casio. Мировое время на 3000 городов. И по их с телефона. Также солнечная батарейка. Секундомер, он, кстати, здесь продвинутый, о нем попозже. Будильник, между прочим. И индикация последнего круга. Это Edifice, это же спортивные часы, то есть для гонок они вообще подходят. QR-коды для скачивания программки. Называется она Edifice Connected. Мы ее чуть позже с вами запустим. Но разного рода инструкции, они мало интересны. Инструкция для часов. Тут их тоже несколько. Это все бумажки, которые, в общем-то, никому не нужны. Кто в наше время, скажите мне, читает инструкции? Наверное, никто. Приступим к самому интересному. И достаем коробочку синего цвета. Итак, приятная коробка. Самому не терпится увидеть, я их еще не видел. Ах, так, тут же, как всегда, куча всего. Вы можете видеть, кстати, как комплектуются абсолютно новые часы. Они идут в пакетики, на подушечке. В шумном пакетике. Вот они, друзья. Ну, красивые, красивые. И смотрите, какие тонкие. Просто шик. Вы знаете, стоить они будут даже официально, по-моему, 26 тысяч российских рублей. Я уже предвижу, что за эти деньги это одни вообще из лучших, в принципе, часов на рынке на сегодняшний день. По порядку я сейчас все расскажу. Сниму эту пленочку. И мы с вами посмотрим на данные часики поподробнее. Поехали. Итак, друзья, продолжаем обзор. Еще раз, название модели EQB1000D1A. Модуль здесь 5604. Это солнечная батарейка, естественно. Солар. Питание от энергии света, насколько вы помните. Есть здесь будильник. Мировое время. Отдельный циферблат на 9 часах, на 24 часах, либо на 12 часах. Это судочник. Вы можете видеть, он такой небольшого размера. На 6 часах секундомерные крутые функции. И также указатель дня недели. Стрелочка на букве S. То есть на субботе. Вечный календарь. Окошко даты. 27. И здесь очень продвинутый секундомер, о котором стоит проговорить. Друзья, память на 200 кругов. Вы просто почувствуете эту цифру. 200 кругов. Часы запоминают 200 отрезков времени. Ну, по-моему, это круто. А также есть индикатор последнего круга дистанции, который отображает разницу во времени предыдущего круга на дополнительном счетчике в диапазоне от минус 5 до плюс 1 секунды. Вот вы как раз его можете на 6 часах и видеть. Ко всему прочему, в этих кварцевых спортивно-повседневных часах есть еще и будильник, что в общей редкости, например, в океанусе есть только, например, в спортивных кашелотах. А вот здесь вот будильник есть и, кстати, всего лишь за небольшие деньги. И обратите внимание, вот эта надпись внизу Edify Casio, это, кстати, все краска. Надпись Sapphire. Здесь, друзья, сапфировое стекло. И толщина феноменальная, но это 8,9 мм, что аж на 4 мм меньше предыдущих моделей, например, EQB800. Достигнуто это благодаря тому, что инженеры Casio вот так вот спрессовали механизм и за счет этого выиграли, ну, приличные 4 мм толщины. Это действительно небольшие тонкие кварцевые часы, в которых, между прочим, инновационный механизм еще и с Bluetooth. Мы чуть позже запустим. А вообще это сталь. Вы видите прекрасно, что полностью браслет стальной, корпус стальной, очень интересный безель, он матовый, с такой продольной полировкой, мне он нравится, выглядит приятно. Вообще глянцевых частей здесь мало и смотрятся они достаточно гармонично. Винты эти понравились, по-моему, ну, по-моему, очень неплохо выглядит. Здесь первые вопросы, кстати, возникают. Браслет неплохой, звенья все литые, но какого-то шика в обработке я не вижу, то есть, ну, стандартного такого среднего уровня браслет. Застежка, опять же, классическая, в духе Defice. И вы видите, что она не летая, она штампованная. Нет быстрого переключения, точнее, переизменения размера, то есть, не двигается у нас браслет. Нужно снимать штифт и ставить в соседнее место. И также крайняя звенышка, оно, ну, друзья, вы видите, оно штампованное. Это, к сожалению, вопрос качества. Но что вы хотели? 25 тысяч российских рублей? А если быть точным, 25 тысяч 990 российских рублей, это официальная цена. В Японии будут стоить они 45 тысяч японских йен, что примерно тех же самых 26 тысяч российских рублей и есть. Но за 25 тысяч рублей это официальная цена, то есть, магазины же еще скидку дадут. То есть, вполне можно эти часы за двадцатку выцепить. Я считаю, что за 20, ну, друзья, по-моему, это шикарная модель. Просто, просто отличная. Запускаем программу Defice Connected. Первый раз я, кстати, запускаю, еще с ней не работал. Самому интересно. Грузится. Принимаем, так, принимаем все условия лицензионного соглашения. Соглашаемся со всем. Да, вот, кстати, пока не пролистаешь, не даст согласиться. Разрешить приложение. Ну, давайте разрешим. Разрешить. Так, здесь уже в программе есть, друзья, EQB1000. Новая модель. И говорит нам программка, что нужно нажать и удерживать две секунды правую нижнюю кнопочку. Мы ее сейчас удержим. Так. Нажал. Зарегистрирует часы в программе. Есть. Регистрируемся. Происходит соединение. Часики секундной стрелки показали на кнопочку Bluetooth. Автоматом пошло выставляться время. Но стрелки, кстати, медленно крутятся. Видимо, из-за тонкости механизма здесь один моторчик на все стрелки. Итак, что мы здесь можем с вами посмотреть. Естественно, есть вкладка руководства. Как всегда. Оно на английском языке, собственно. Опять же, как всегда. Есть отдельная вкладка для секундомера. Но, видимо, все отрезки, которые 200 штук, здесь могут фиксироваться. Можем также с вами настроить мировое время. Это по аналогии с часами G-Shock, Oceanus. Все, в общем-то, точно так же. Ну, например, выберем Токио. Отправим город в часы из телефона. И у нас на 9 часах время будет токийское. Также есть вкладка утилиты. И здесь одна единственная вкладочка. Это будильник. Будильник мы с вами сейчас установим. И посмотрим, как он звенит. Время местное сейчас 16 часов 49 минут. Ну, давайте я поставлю 55. Поскольку еще надо переключиться на камеру. И через 5 минут мы с вами услышим, как звенит будильник. Вкладка настройки. Меня тоже интересует, что тут есть. Давайте мы посмотрим. Так, ну, первое, это понятно. Ищем телефон. Настройки часов. Так, это все стандартно. Время для подключения к программе это стандартно. Регулировка времени по серверу Casio стандартно. Настройка стрелочек. Все тоже стандартно. И настройка лета, либо зимы. Автомат, не автомат. В принципе, стандартно. Никаких дополнительных расширенных функций здесь нет. Собственно, друзья, так выглядит программа. Ничего особенного. Но самое главное, что вы можете работать здесь с вашими точками секундомерными. Настраивать время. Влегку искать телефон. И настраивать положение стрелок часов, если вдруг они собьются. Продолжаем наш обзор. Буквально через 2 минуты прозвонит будильник. А пока предлагаю поговорить о размерах часов. Диаметр стекла достаточно крупный. Это 34,5 мм. По безелю 42,4 мм. Полностью диаметр часов 46,7 мм. Но крупными они не выглядят. Совершенно скорее они выглядят где-то на 44. Высота тоже не богатырская. 49,9 мм. И повторюсь еще раз. Толщина всего 8,9 мм. Естественно, благодаря таким размерам часы отлично сидят на моей руке 17 см. Очень удобно и вообще никакого дискомфорта не вызывает. Весь часов 135 грамм. И между дужками здесь 22 мм. Снимаются штампованные звенья легко. Никаких проблем. По поводу циферблата. Вот у нас есть еще немножко времени. Он красивый, такой матовый. Как будто, знаете, графитовый. Ну, красивый. Мне очень нравится. Выглядит все достойно. А сейчас будильник. Внимание. Ну, будильник как будильник стандартный. Пик-пик, я думаю, вам слышно. Утром проснуться точно можно. Так. 10 секунд он прозвенел. Ну, нормальный будильник. Есть. Вы знаете, вы знаете, то, что он здесь есть в часах недорогих. По сути, как я их называю, такие начальные океанусы. Они мне действительно нравятся. Интересная моделька. И, ну, я бы, наверное, даже, может быть, себе бы что-то подобное купил. Если бы стояла сдача иметь что-то недорогое, повседневное, спортивное. Модель шикарная. Вот, прямо вот 100% вам говорю, что за свои деньги, если их еще купить за 20 тысяч рублей, то лучшего можно просто не искать. Часы действительно удались. Еще раз, друзья, давайте вкратце. Модуль здесь с солнечной батарейкой, с вечным календарем, с мировым временем на 9 часах, с продвинутым секундомером, напомним, на 200 кругов память. И также сравнительный последний круг можно смотреть вот на циферблате на 6 часов. То есть, для спортсменов вещь отличная. Также есть суточный показатель на 12 часах. Есть люминофор, между прочим, Neobright на стрелках и метках. Светит хорошо, ярко и замечательно. Есть также будильник, что редкость, в принципе, в таких классическо-спортивных часах, если это не G-Shock. Сапфировое стекло неплохой. Циферблат, он выглядит очень приятно. Он такой графитовый. Не знаю, как вам его, правда, показать. Но он действительно приятный. То есть, на вид это часы явно дороже своей цены, которую за нее просят. В то же время, неплохой браслет, но с некоторыми изъянами. Такими, как штампованные крайние звенья и штампованная застежка. Но, опять же, цену нужно было чем-то сбить. Здесь 8,9 мм толщины. Инновационный механизм Casio. Как-то они все спрессовали по-умному, чтобы можно было вместить суперначинку с Bluetooth, между прочим. Здесь 300 городов мирового времени через мобильное приложение доступно. Итогом, что мы имеем, друзья. За 26 тысяч рублей, это официальная российская цена, я уверен, можно будет их выцепить за 20-ку. Отличный спортивный хронограф на каждый день. Просто как спортивные часы. Просто как часы для тех, кто занимается каким-то велобайками, либо чем-то подобным. Кому нужен продвинутый секундомер. Вот эти часы вам подойдут. То есть, модель получилась, я считаю, удачной. И она не нишевая. Она будет популярна среди всех. Поскольку и тонкие, и симпатичные, и красивые, и продвинутые по функционалу. Опять же, Bluetooth у них даже есть. Итого, что я хочу сказать в конце этого ролика, друзья. Если ищете что-то себе спортивное, недорогое, и с продвинутыми функциями, и хорошим, в то же время, и качеством. То есть, не так, что, ну, типа, функционал неплох, а качество будет хромать. Нет. Чтобы и то, и то, вот Casio DeFi EQB 1000. Это ваш выбор. По-моему, модель получилась очень даже неплохой. На этом все. Заканчиваю. Всем спасибо. Всем всего самого доброго, хорошего, наилучшего. Носите самые лучшие часы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok